Мистер Эндорфин. Однажды во время дальнего автопутешествия мы с приятелем остановились перекусить в придорожном кафе. Приятель заказал хот-дог. Я воздержался, хотя страшно проголодался. В рейтинге Мишлена это кафе получило бы минус три звезды. И я опасался, что хот-доги тут понимают буквально и подают разогретых собак. Как ты можешь это есть, пошутил я. Зоозащитников не боишься? Мистера Эндорфина на тебя нет, ответил приятель. Кого-кого? переспросил я. Так я узнал про мистера Эндорфина. Приятелю готовили его хот-дог, а он рассказывал. Хот-дог готовили довольно долго, видимо сначала им все-таки пришлось ловить собаку. У меня на первой работе был мужичок, бухгалтер. Ну такой, как сказать, в розыск его не объявишь, без особых примет. Когда я его впервые увидел, подумал, фу, какой плоский, неинтересный дядька, пока однажды не услышал его тихий комаринный смех. Он сидел перед своим монитором и хихикал. Я проходил мимо и из любопытства заглянул на экран. А там какой-то бухгалтерский отчет и он над ним ржет. А ты не прост, чувак, сказал я себе тогда. И еще прикинул. А может уже пора из той конторы валить, раз бухгалтер хохочет над финансовыми документами. Короче, персонаж оказался, что надо. У него всегда все было превосходно. Это его фишка. Понимаешь? Всегда. И все. Даже осенью, когда любому порядочному человеку хочется, чтобы дворник закопал его поглубже в леску. Превосходно. Ненормально. Нехорошо. И даже не отлично. А именно превосходно. Погода у него только прекрасная. Иду как-то раз на работу. Дождь как из ведра. Ветер. Зонтик надо мной сложился. Отбиваюсь спицами от капель. Настроение паршивое. Вижу, перед входом в контору он стоит. По колено в воде. Смотрит себе под ноги. Сливные стоки забились. Вода хлещет по мостовой ручьями и по его ботинкам. Гляди! Кричит он мне. Как будто горная река. И улыбается. Машина у него самая лучшая. Однажды он меня подвозил. Едем на его перпетум мобиле. С виду вроде копейка. Но зад подозрительно напоминает москвич 412. Франкенштейн какой-то. Послушай, как двигатель работает, говорит он мне. Песня, да? Я послушал. Если и песня, то это кистас Михайлов старости. Кашель и спорадические попутивания. А он не унимается. И ведь не скажешь, что девочке 30 лет. Узнав про возраст девочки, я попросил остановить. Так как мне отсюда до дома рукой подать. Вышел на каком-то пустыре и потом час брел пешком до ближайшего метро. Курорты у него, все как на подбор, невероятные. Я как-то поехал по его наводке в Турцию. Он мне полдня ворковал про лучший отдых жизни, про космический отель, про вкуснейший шведский стол. Ну, я и купился. Из самолета нас выкинули чуть ли не с парашютом, над какой-то долиной смерти. Посреди лунного пейзажа три колючки и один отель. Так что про космический не обманул. До моря можно добраться только в мечтах. Отель в Кукуево. Шведский стол для рабочих и крестьян. Сосиски, макароны и таз кетчупа. Я взял у них книгу отзывов. Там после десятка надписей на русском про «Горите в аду и по возвращении на родину передам ваши координаты ракетным войскам» выделялась одна, размашистая, на полстраницы. Восторг! Не с одним, не с двумя, а именно с тремя восклицательными знаками и всеми большими буквами. И знакомое имя в подписи. У нас в то время вокруг офиса приличных заведений не было. Приходилось испытывать судьбу в общепитии. Я всегда брал его с собой на обед. Какой потрясающий суп! Как крупно порезали морковь! А сколько отборной картошки! А приправа, приправа! Причитал он в гастрономическом полуобмороке над тарелкой с пойлом из половой тряпки. Ну что же это за беляш? Это же чудо, а не беляш! Нежнейшая телятина! Каждый раз в ответ на это нежнейшая телятина внутри удивленно мяукала. Тесто воздушное, сок, сок ручьями и так далее. Послушаешь его, послушаешь и глядь, и суп вроде уже мылом не отдает, и беляш провалился, и не раскрапал когтями пищевод. А главное, после обедов с ним я ни разу не отравился. Видимо, организм в его присутствии выделял какие-то защитные вещества. И это была не маска. Вот что самое интересное. Сто процентов не маска. Все естественно и органично. Его радовала жизнь, как годовалого ребенка. Возможно, в детстве он упал в чан со слезами восторга, как эстерикс в котел с волшебным зельем. Мы в конторе прозвали его мистер Эндорфин. В курилке часто можно было услышать. Чего-то сегодня хреново, пойду с Эндорфином поговорю. Мистер Эндорфин сверкал лысиной, как маяк. А знаешь, что самое забавное? У него и семейка такая же, под вечным фенозепамом. Он как-то раз пригласил меня в гости. Я в попыхах купил какой-то неприлично дешевый торт, вафельный. Ну, с таким еще первоклашки на свидание к девочкам ходят. Мы сели за стол с ним, его женой и сыном. Разрезали этот деревянный торт, затупив два ножа и погнув один. Разложили по тарелкам и понеслась. Какое потрясающее чудо! застонал ребенок. Какое чудесное потрясение подхватила жена. Вот гады издеваются, подумал я. А потом пригляделся. Нет, у людей натуральный экстаз. При прощании чуть ли руки мне не целовали. Все трое. В этом месте приятелю принесли хот-дог, и он закончил рассказ. Вот ты спросил, как я это буду есть, сказал он. Очень просто. Включу мистера эндорфина. Приятель взял хот-дог, поднес его к рту и зашептал. Какая румяная сосиска с пылу, жару, с пряностями. О, да тут не только кетчуп из отборнейших томатов, да еще и горчица, пикантная, сладковатая, пышная, свежайшая булочка. Девушка, крикнул я через все кафе хозяйки заведения, можно мне тоже хот-дог? Субтитры сделал DimaTorzok